Сегодня мы поговорим о часах, о времени. И начнем мы с таблички remember. Запомни, What's the time? Сегодня мы с тобой выучим выражение a quarter, четверть, 15 минут, to, выражение до, past, после. Например, It's a quarter, two, two. Сейчас без пятнадцати два. It's a quarter past five. Сейчас пятнадцать минус шестого. Пять, пятнадцать. It's half past nine. Сейчас половина десятого. Девять, тридцать. And now let's do exercise one, page thirty. Match the clocks to the sentences. Соедини предложение с рисунками, которые показывают нам время. Например, вот у нас первое предложение, мы читаем It's half past ten. Half past ten, это десять, тридцать. То есть, это ответ D. Следующее. It's a quarter past two. Это два пятнадцать. То есть, четверть после пятнадцать. После двух, после четырнадцати ноль ноль. Два пятнадцать. Это C. It's a quarter past four. Четверть после четырех. То есть, это четыре пятнадцать. Это И ответ. It's a quarter to five. Без пятнадцати пять. То есть, четыре сорок пять. The answer is A. Ответ A. It's half past twelve. Двенадцать тридцать. F. It's a quarter to three. Два сорок пять. И, скорее всего, это четырнадцать сорок пять дня. Ответ B. Попробуй сделать это еще раз. Попробуй это сделать самостоятельно. Exercise two, pages thirty, thirty-one. Listen and read. Draw the clocks in your copy book. Я помогу тебе прочитать, перевести это упражнение. А ты прослушаешь еще раз аудиотрек в материалах к уроку. Вики обычно встает в семь пятнадцать. Вики обычно завтракает без пятнадцати восемь. То есть, семь сорок пять. Вики's school starts at half past eight. Школа, либо уроки, начинаются у Вики в восемь тридцать. Вики usually goes to bed at half past nine. Вики обычно идет спать в девять тридцать. Exercise three, page thirty-one. Ответь на вопросы письменно в нашей рабочей тетради. Не забывай в тетради написать дату, номер упражнения, страницу. И непосредственно пронумеруй те ответы на вопросы, которые ты будешь записывать в тетради. Давай прочитаем с тобой вопросы. Давай ознакомимся с их переводом. Что Вики делает в семь сорок пять? В котором часу Вики идет спать? В котором часу начинаются занятия у Вики. The last one, последний вопрос. Что Вики делает в семь пятнадцать? Exercise four, page thirty-one. Устно расскажи распорядки рабочего дня твоего друга. Пользуйся образцом в учебнике. Например, my friend's name is Anne. She gets up at half past six. She goes to school at eight. She has lunch at twelve. Anne does her homework at four p.m. At four o'clock. At two o'clock, at five o'clock, she has her dinner. She usually goes to bed at eleven. Постарайся рассказать о своем друге по данному образцу. And the last task is exercise five, page thirty-one. Рабочие тетради. Запиши рассказ о своем рабочей дне по той же схеме, пользуясь которой ты рассказывал о своем товарище. Буквально восемь предложений. And now some explanations about our workbook. Сейчас немного объяснения об упражнениях нашей рабочей тетради. Exercise one, page twenty-four. Feeling about Ben, Jack and Peter. Заполни пропуски словами. Первые буквы слов уже у нас даны. Exercise two, page twenty-four. Напиши время словами по образцу, который был у нас в учебнике. Фраза начинает строиться с выражения it's. Exercise three A, page twenty-five. Read about Mary. Прочитай текст о Мэри. And exercise three B, page twenty-five. Заполни пропуски в вопросах необходимыми словами. Has, is, she, her, right и так далее. Все слова, вся лексика и все грамматические темы, которые мы учили в этой теме. And exercise four, page twenty-five. Write about your friends. Ответь на вопросы о своих друзьях. А я желаю тебе всего хорошего. Спасибо за твое внимание. Спасибо за твои старания. Удачи в выполнении всех наших заданий. See you next lesson. Увидимся в следующем уроке уже. Goodbye, my dear friend. Have a nice day. Bye.